Дорогие друзья! Без переборщивания. Сегодня и поговорим. По одной из версий, слово «борщ» произошло от растения «борщевик». Дескать, его молодые побеги некогда были традиционным компонентом главных крестьянских блюд. Но лично мне ближе другая, а именно цветная версия. Слова родственники борща «бор», «бур», «бер» подчеркивают или указывают на красный цвет. «Бурый» — суть красный, «бер» — медведь, кровожадность, «бор» — деревья с красной корой. А конечная шипящая буква осталась от кулинарного родственника. «Щей» или «штей» — таким вот образом получается, что борщ красный, «щи» — «щи» со свеклой. Не случайно же ее южное название «буряк» или «бурак». А если учесть, что данное растение в диком виде встречалось где-то на территории современных Сербии и Румынии, может быть, и впрямь пальму первенства на предмет исконности данного блюда стоит южнее и оставить расти. Украинский борщ, особенно с чесночными пампушками, прелесть как хорошая. Но это никак не означает, что других борщей не бывает. К примеру, литовская кухня славится борщом на кефире со свежими огурцами, свеклой, зеленым луком и укропом, прохладой и свежестью, жарким деньком. Однако холодным блюдом его не назовешь. Подается с горячей отварной картошкой, а то и с котлетками. В Польше, с чего мы и начали, могут приготовить белый борщ, сметана, бульон, краковские колбаски. Зеленые борщи готовят весной буквально везде, где есть интерес к первой зеленушке. Да вот и в нашей кухне существует даже профессиональное борщевое течение. Взять хотя бы борщ флотский, слонина, картофель, капуста крупно нарезанными кусками. Но самое время подытожить, какие доводы не приводи, какие истории про это блюдо не рассказывай. Борщ, очень понравилось мне это определение, суп с открытой архитектурой. Привыкли к свекле? Без свеклы не обойдемся. Про морковку и картошку тоже не забудем, о помидорной кислинке не забудем тоже и так далее и тому подобное. Но сколько вариаций на тему. Сегодня вот мы приготовили борщ абсолютно овощной, то есть постный. Присмотритесь, может быть и вам этот рецепт пригодится. Постный борщ. Один из вариантов. На сковороде на растительном масле обжарить лук, морковь, сладкий перец, тертую свеклу с добавлением уксуса, горчицы, протертых помидоров. Потушить, полученный выложить в кастрюлю с кипящей водой, тут же добавить квашеную капусту и нарезанный картофель. Добавить рубленую зелень, соль, перец по вкусу, а также добавить тертый чеснок. Не лишним будет отметить, что в последнее время в силу распространения идеи сыроедения встречаются рецепты и сырых борщей. Ну, например, как вариант, квашеную капусту заливают разбитыми в блендере с добавлением воды, овощами, свекла, перец, помидоры. В качестве сметаны тоже измельченные, с добавлением, скажем, пророщенных зерен зеленой гречки, орехи. В общем, интересно, но, думаю, эту тему лучше и проще, и даже полезнее оставить до урожайного сезона. А на сегодня все. Приятного аппетита! С вами была Жанна Соловьева. Пока!